Да, привет, друзья. Ну вы посмотрите, кто у меня, кто у меня. Посмотрите, сама Тамара Зиновьева. Это же вообще потрясающе. Сказай Магоменович. Я её ждал столько времени, столько времени и наконец дождался. Сказай Магоменович. Да, и она теперь меня опять, как обычно, критикует, даёт советы благодаря Тамаре. Столько мы хороших картин сделали. А наша книга, в которой есть её собственная глава, издательство «Феникс», которая издана много лет назад, там Тамара рассказывает про каляку-маляку, что оказывается дети, когда делают каляку-маляку, ну, когда они рисуют, не задумываясь, вот так рисуют, если её развернуть, то там произведение. Я правильно говорю? Правильно. Так. Вот вам каляка-маляка. Да, вот каляка-маляка у меня. Вот, я всего-навсего повернула её кверх ногами. Теперь тут появился какой-то букет, смотрите, тут появился букет. Ну, так был букет-то внутри, понимаешь, я сверху пытался улучшить. У нас же коллективный разум, все дают советы, я пытался улучшить и улучшить, пока получился это. Значит, я рассказываю. Значит, виден букет? Ну, как бы, вот как бы. Виден стол, да? Вот здесь вот что-то стеклянное. Да, стол там бы был. Да, а это куча какой-то зелени. Да, это поиски. Это поиски. А видно, что здесь как-то есть глубина. Вот проваливается туда. Да, да. Видно. А эти цветочки на заднем плане, видно? Есть и хорошо присмотреться. А вот, а там небеса какие-то. Там прежняя версия была. А это сверху я искал, 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 мазками искал. По-моему, уже все ношу. Да ладно тебе. Да, да, все ношу. Тамара Зиновьева, искусствовед. Потрясающий искусствовед, которая мне помогала вместе с Патимат Гамзатовой, дочкой Расула Гамзатова, она помогала мне в институте искусствознания, в Государственном институте искусствознания Российской Федерации на улице, я забыл. В Казетском переулке. Да, Казеткинский переулок. Там сделать выставку, очень много было людей. И на конференции мы выступали. Да, да, мы с Таваровой конференции выступали. А у меня даже в сборнике Института искусствознания есть даже статья в трудах Института искусствознания. Да. Да, вот такие дела. А для меня Тамара, это, знаете что, вот старая дружба, здесь у меня такой афоризм, это печать, которая никакими дождями не смывается. Вот прошли годы, и Тамара вдруг мне позвонила и говорит, слушай, я хочу к тебе прийти. Я говорю, давай, я же жду ее все время, непрерывно. Она приходит и говорит, я тебя приглашаю, скажи, пусть все знают. Сделать выставку. Да, сделать выставку. И где? Пока не скажу, это секрет. А, вот, ну мы скажем. Когда будет выставка ближе к самому событию, тогда всем объявим. Скажи, хоть в каком сезоне года это будет. Ну, осенью. Осенью будет выставка, так что готовьтесь, это будет, ну, короче, я не говорю. Потом, потом все расскажу. Да, я ничего не говорю. Заранее нельзя секреты выдавать. Вообще, с мамой Тамарой мы тоже подруживали по телефону, потому что она работала в Комсомольской правде. Да, и вот, а Тамара один раз мне сделала, что она пришла и говорит, давай показывай свое упражнение, я тебе сделаю учебный материал, как фильм. И она сняла камерой, раскадрировала таким образом, у меня до сих пор в архиве лежит, открываешь эту программу, какая-то спецпрограмма была. Ее открываешь, кнопку нажимаешь, и там вот так вот кадры. В этом кадре я делаю хлёст, в этом кадре я делаю лыжников, в этом кадре я делаю шалтай-болтай, в этом кадре начинаю делать левитационные упражнения. Несколько кадров живых таких, и посмотришь, и уже научишься. Вот интересно она сделала. Ну, Тамара, скажи про себя два слова. Где ты училась стать, от природы ты стала? Я от природы. Да, я только от природы. Ну, покажись, малыш, покажись. А, да. Да, вот она наша, Тамара, вот она. Вот, это я от природы такая. Давай сюда, ближе. Ага. Она от природы гений. Она гений. Хотя я не пользуюсь такими категориями. Ну, скажи, какими ты... Её прозвище партийное. Ротфронт. И мы, когда переписываемся, всегда. Ротфронт. Это сильно... Ты помнишь, когда впервые это обозначилось в мире вообще, Ротфронт? Это что было тогда? Ну, как? Это же Коминтерн. Это же тот самый Эрнст Буш. В двадцатые годы. Ну, это уже сто лет назад. Это всем интересно. Ты представляешь? Ну, так можно в интернете найти и почитать. Ну, да. И не все согласятся. Не все эти самые коммуняки. Далеко не все. Я тоже не коммуняка. Ах ты, посмотри, какая. Слушай, ну, ты не называя, где будет эта галерея, где будет эта выставка, можешь сказать ту алхимию процесса, как она там происходит. То есть, это единственная точка в Москве. Ну, не единственная, но это анархическая точка. Самая престижная. Художественная анархия. Да. То есть, там нету худсовета. Ничего такого нет. Да, еще чего там нет. Нет отбора, нет кураторов. Чего еще нет? Вот этих, которые, чиновники, которые говорят, это подходит, картина это не подходит. А там этими чиновниками являются сами люди. Там еще нет эйджизма и нет сексизма. А что такое эйджизм? Ну, там возраст не учитывается. Мы можем выставляться, ну, какие угодно. Маленькие, большие, средние. Да, да. Слушай, а вот эта, которая там, ты говоришь, по соседству. И сто лет Клар Голицына там выставляется. Сто лет человеку, да, она выставляется. Вот. И дети мелкие выставляются. Не имеет значения какой-то старый. Слышали, друзья? Жизнь-то идет, несмотря ни на что. Вопреки всем обстоятельствам жизни. Это, вот я читал в каком-то романе, разум человеческий, раз появился, он никогда не может исчезнуть. Что бы ни случилось, хоть катастрофа астрономическая, хоть что-то упадет, что все равно, как только появляется возможность, вспыхивает, как феникс из пепла. И вот сто лет человек рисует, и вот выставка, где такие правила, в которых нет правил. Да, да. Ну, это же есть то, ради чего люди живут. А как туда попасть вообще? Или по приглашению посмотреть? Ну, как попасть? Ну, вот я пришла и пригласила. А чтобы выставиться? Вот, допустим, мальчик посмотрит, или девочка скажет, я тоже хочу выставить. Ну, во-первых, как люди попадают? Приходят на выставку? Да. Вот, или находят там в интернете какие-то объявления, то есть это известное довольно место, нас можно найти, называется... Не, не скажу, как называется. Это не реклама, поэтому... Чтобы не сглазить. Слушай, я почему? Я хотел сказать о сути выставки. Да. Что жизнь происходит, несмотря ни на что, и из искриво сгорится пламя, и это поддержка огня жизни. Что она всегда бывает в любом случае. Да, у нас все приблудные. Да. Все товарищи приблудные. Очень интересно. Вот, кто приблудился, кому понравилось, тот с нами и тусуется. Это то, что раньше говорили, говорят у себя на кухнях. Раньше было так, вот так. Это было, когда не могли друг другу что-то сказать, то, что... Чего нельзя говорить. А сейчас вот, оказывается, вот не на кухнях, а вот такая выставка есть. Поэтому мы не называем, где, чего, как, просто пригласит Тамара, когда будет наша выставка, она специально приглашает, чтобы там были наши картины. И ваши картины, в которых вы участвовали в нашем формате, коллективный разум, да. И все будут знать. Даже выставку можно так назвать, коллективный разум. Очень хорошо. Вот видите, как здорово. Поэтому у меня есть афоризм. Нормальные люди соберутся, независимо от исходной темы, все равно придумают что-то интересное. Но стоит затесаться среди них хоть одному примитиву. Все усилия уйдут, как песок, да и хлопот потом не оберешься. Вот вы, нормальные люди, собрались и сразу придумали выставку, назовем нашу, коллективный разум. Зимный разум. Вот, видите как. Да. Так что, друзья, желаем здоровья вам, желаем здоровья нам, мы все вместе, сила. До встречи, друзья. Родфронт. Да, Родфронт, да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова